МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, начну с благодарности в адрес футбольного клуба «Локомотив». Мы запланировали один из обучающих модулей на лицензию про с посещением футбольного клуба, футбольной команды. «Локомотив» любезно предоставил нам такую возможность присутствовать сегодня на тренировочном занятии, получить ответы на те вопросы, которые будут задавать наши слушатели. И еще раз хочу поблагодарить руководство футбольного клуба «Локомотив», главного тренера Михаила Михайловича Локтионова, Олега Анатольевича Левина, которые пошли нам навстречу и предоставили такую возможность. В рамках учебного модуля, который проводится в трехдневный срок, на протяжении двух лет обучение на эту лицензию, самое высокое, проводится. То есть, соответственно, была запланирована поездка к вам на базу. И сегодня, на мой взгляд, очень продуктивно поработали как слушатели. Также, мне кажется, было интересно и самому «Локомотиву», и его штабу. Здесь еще вторая цель, которую мы преследуем, это, конечно, объединение федерации с клубами. То есть мы очень активно взаимодействуем, и таким образом, наверное, весь наш футбол от этого только выигрывает. — Михаил Михайлович был максимально открыт, или все-таки что-то утаило от слушателей? — Ну, во-первых, вопросы носили, наверное, не какие-то там секретные информации Михаил Михайлович давал. Это, в принципе, больше носил, наверное, ответы такие структурные, которые общеизвестны, общеприняты. Но у каждого тренера есть свои какие-то нюансы. Но здесь секретов точно не было, и он был максимально открыт, как и другие тренеры тренерского штаба. Поэтому, я думаю, что наши слушатели получили исчерпывающий ответ. — Ну, действительно, я провел в клубе много лет там, да, это клуб, конечно, для меня знаковый в моей карьере. Конечно, очень приятно посетить еще раз футбольную базу клуба, да, пообщаться с людьми, которые так или иначе ты знаешь, да, там, конечно, впечатление только очень положительное, мне очень приятно. Продолжение следует...